Спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседует с землёю и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Спроси у природы. Всем привет, это я, Петя. Ну что, готовы к новому гостю? Удивительное делево, здравствуй. Здравствуй, мальчик. Меня зовут Петя, а ты как называешься? Настоящее моё имя Адансония Пальчатая, но все называют меня Баобаб. 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 Какое интересное имя. А что оно означает? Некоторые говорят, что это значит большой, могучий. О, оно тебе точно подходит. Ты действительно и большой, и могучий. Да, Петя, ты прав. Я действительно большое дерево. Одно из самых больших и толстых в мире. Мой ствол очень широкий. Он может доходить до восьми метров. А в высоту я могу расти до двадцати пяти метров. Баобаб, ты удивительный. Ты действительно отличаешься от других деревьев. Но зачем тебе такой широкий ствол? Что у тебя внутри? О, такой широкий ствол мне очень нужен. Сейчас я тебе объясню. Для начала обрати внимание на мою кору. Потрогай ее, Петя. Что ты видишь? Твоя кора отличается от коры других деревьев. Она такая, как бы, мягкая. Моя кора действительно очень мягкая снаружи. Но внутри она очень прочная. Она может быть до десяти сантиметров в ширину. Если содрать кусок коры, это не принесет мне большого вреда. Очень быстро моя кора снова отрастет. Что она тебе напоминает? Твоя кора напоминает мне губку. Ты все правильно, мальчик, заметил. Моя кора, как губка. Когда идет дождь, я впитываю воду внутрь через кору и собираю эту дождевую воду внутри себя. Вот здесь мне и пригождается мой широкий ствол. Вода собирается в моем стволе, как в бочке. Ты так слышно сказал? Ну это правда. Ну зачем? Есть для этого какая-то причина? Конечно. Творец создал меня очень мудро. Все дело в том, что я расту только в засушливых саваннах тропической Африки. У нас есть только два сезона. Один дождливый, вот в это время я и собираю воду. А второй сезон очень сухой, когда я пользуюсь собранной водой. Если бы не это, я бы совсем высох и умер в засушливый сезон. Когда вода внутри меня начинает исчезать, то я начинаю уменьшаться в размерах. А в дождливый сезон опять становлюсь больше. Значит, всегда внутри тебя или вода, или пуста? Можно так сказать. Из-за того, что моя древесина мягкая и насыщена водой, она подвержена различным грибкам, которые разъедают меня изнутри. И тогда мой ствол становится внутри пустым. Ой, Бабаб, тебе, наверное, очень больно и плохо от этого. Не совсем. Ведь даже это наш мудрый творец обернул во благо. Пустого ствола дома для себя. Места внутри достаточно. Кто-то делает дом, кто-то делает склад. В Зимбабве даже сделали внутри моего ствола автовокзал. Вот это да! Баубаб, ты не пилистаёшь меня удивлять. Я уверен, что не только твой ствол приносит пользу. Конечно, Петя. Я сейчас расскажу тебе кое-что очень интересное. Как будто вверх у меня торчат не ветки, а корни. А что же потом? А скинув листья, я начинаю цвести. Сначала появляются круглые бутоны. Очень необычно то, что бутоны распускаются ночью. И можно увидеть красивые и очень большие цветы. Каждый цветок живёт всего лишь одну ночь, но имеет очень сильный запах, который привлекает своим запахом пальмовых крыланов и летучих мушей. Но цветок очень быстро вянет, начинает издавать тлеющий запах и опадает. И всё? Не совсем. Из цветочной пыльцы, которую собирают люди из моих цветков, они потом варят клей. Вот это да! Клей из пыльцы? Да, Петя, именно так. А через некоторое время появляются плоды на месте опавших цветов. Они овальной или круглой формы. Очень похожи на кокосы. С толстой, пушистой шкуркой. Содержат сухую, вкусную, кисловатую мякоть с семенами чёрного цвета. Эта мякоть очень нравится павианам, из-за чего баобаб ещё называют хлебным деревом обезьян. Значит, обезьяны любят кушать твои плоды. А ещё кто-то их кушает? Конечно, люди кушают мои плоды. В моих плодах антиоксидантов в десять раз больше, чем в апельсине. Витамина С в шесть раз больше, чем в лимоне. А кальция, столь полезного для костей и нервов, вдвое больше, чем в стакане молока. Мякоть моих плодов очень полезна для кишечника. Поэтому у тех, кто кушает плоды баобаба, не болит живот. Из неё ещё делают масло, на котором можно пожарить еду. Не может быть. Я удивлён. Да, люди едят мои плоды просто так. Добавляют в разную еду, измельчают, делают порошок, заливают молоком и получают очень полезный напиток. А ещё, если залить водой, получится очень вкусный лимонад. А если пожарить чёрные семечки из моего плода, получится замечательный кофе. Всё это можно выпить из стакана, который сделан из засушенной кожуры моего плода. Баобаб, я даже не представлял, что от одного дерева может быть столько пользы. Господь, наш Творец всё создал чудесно. А есть что-то ещё? Может, ты мне не всё рассказал? Ха-ха-ха, не всё. Если сжечь сухую внутренность моих плодов, то запах отгонит надоедливых насекомых. А ещё, из моей коры люди делают прочнейшие верёвки. Ох, и ещё чуть не забыл. Люди едят не только мои плоды, но и мои листья. Да, очень много нового и полезного я сегодня узнал. Мне только шесть лет. И я ещё немного знала о нашем мире. Подожди, Баобаб, а тебе сколько лет? Это очень интересный вопрос. Ты, наверное, знаешь, что у любого дерева легко узнать возраст, если разрезать ствол и посчитать кольца, которые видны на поверхности разрезанного ствола. Да, да, я слышал про это. Это называется годичные кольца. Да, но у нас, Баобабов, этих колец нет. Поэтому невозможно узнать наверняка, сколько дереву лет. Но скажу тебе, что мы долгожители. Баобаб может прожить тысячу лет. Тысяча лет? И даже больше. Скажи мне, Баобаб, если кто-то из моих друзей захочет полегать к тебе в гости. Где тебя искать? Где ты живёшь? Я расту в жарких саваннах. Можешь смело отправлять ко мне гостей в Африку, в Австралию, на Мадагаскар. Там я вообще считаюсь национальным деревом. Спасибо тебе, что ты рассказал мне столько всего. Я ещё долго буду думать о тебе. До встречи, дорогой Баобаб. И тебе спасибо за разговор этим. Приходи ко мне в гости ещё. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...